Периодическое изменение свойств Работая над таблицей, Менделяев обратил внимание на удивительную общность свойств соединений некоторых металлов и неметаллов. Фосфор – ванадий, сера – хром, хлор – марганец. Что общего? Марганец, как и хлор, образует высший оксид, который дает аналогичную по форме кислоту и, наконец, соль. Такая же аналогия существует между ванадием фосфором, хромом, серой. Учитывая тождество форм соединения этих элементов, Менделяев включает их в одну группу, выделяя в ней элементы главной и побочной подгрупп. В современной таблице элементы главной и побочной подгрупп смещены относительно друг друга. Элементы одной группы имеют одинаковые степени окисления в типичных соединениях. Первой группы – плюс один, второй группы – плюс два, третьей группы – плюс три, четвертой – плюс четыре и минус четыре, пятой – плюс пять и минус три и так далее. В горизонтальном ряду элементов закономерное изменение свойств от металлических к неметаллическим. Испытанием теоретической стороны периодического закона было помещение бериллия в число элементов второй, а не третьей группы. О бериллии во времена Менделеева знали еще очень мало. Известно было, что он отчасти похож на алюминий, и вместе с ним входит в состав некоторых минералов. Значение атомной массы бериллия не было твердо установлено. Как и алюминий, при добавлении щелочи к раствору соли бериллий дает гидроксид. Под действием избытка щелочи он растворяется, проявляя амфотерные свойства. Бериллий сходен с алюминием. Но место в системе над алюминием занято. А что если поставить его рядом? Тогда оксид бериллия, видимо, будет не бериллий 2О3, а бериллий О, так как свойства в периоде изменяются закономерно. И Менделеев исправляет атомную массу и формулу оксида бериллия. Каждый элемент по периодической системе имеет место, определяемое группою и рядом. Они указывают главные признаки элемента. Таким образом, есть возможность предугадать свойства неизвестных еще элементов. Особенно тогда, когда он окружен известными. Менделеев предсказывает свойства еще не открытых элементов. Экобора. Экоалюминия. Экосилиция. Начало поискам положено. Успех их будет означать торжество периодической системы, их неудача, ее крушение. Французский химик Лекок де Буабадран открыл новый элемент и назвал его в честь своей родины галлием. Свойства его, установленные экспериментально, поразительно совпадали со свойствами предсказанного экоалюминия. Как и ожидал Менделеев, галлий оказался легкоплавким металлом. Расхождение было только в значении плотности элемента. Кто прав? Дебуабадран измерял плотность полученного образца галлия. Менделеев свойства элемента предсказал на основании положения его в системе. При определении плотности очищенного от примесей галлия была получена величина 5,94. Прав оказался Менделеев. Это была победа периодической системы. Через несколько лет был открыт еще один предсказанный Менделеевым элемент. Экобор, названный скандием. Экспериментально установленные свойства этого элемента вновь совпали с тем, что предвидел Менделеев. Решающую победу периодический закон одержал в 1886 году, когда немецкий химик Клеменс Винклер открыл Германию третий предсказанный элемент. Винклер писал, вряд ли может существовать более ясное доказательство справедливости учения о периодичности элементов, чем открытие до сих пор гипотетического экосилиция. Оно знаменует собой выдающееся расширение химического поля зрения, гигантский шаг в области познания. При исследовании воздуха английские ученые Релей и Рамзай открыли новый элемент. Газ аргон оказался химически недеятельным. У него не было аналогов ни в одной естественной группе. Через год был открыт другой инертный газ, гелий, а затем очень сходные с ними криптон, неон и ксенон. Аргон и его аналоги суть элементарные вещества с особой совокупностью свойств, образующие особую группу. В чем же причина периодической изменяемости свойств элементов? Где искать ее? Периодическая изменяемость простых и сложных тел по всей вероятности кроется в основных началах внутренней механики атомов и частиц. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...